Итак, следующая наша работа Canon 80D, объектив Sigma 1750 Диафрагмент 3.5, выдержка 1.250 и со 100 Итак, значит Вот вы и скинули мне снимок И я не просто так там до вас докапался Первый снимок вы мне скинули, он был маленький Потом вы мне скинули обрезанный Потом что-то еще и еще То есть это говорит о том, что вы вообще как будто Низачем не следите Если так вот разбирать, вообще В квадрате смотрится хорошо Почему в квадрате смотрится хорошо? Потому что лишняя вот эта инфа, которая есть Она не мешает То есть вот квадратик Даже можно было его еще и вот так Ясно, да? То есть так Смотрится норм, но при этом Если мы не снимаем То есть если мы не кропаем В квадрат, а просто Вы могли бы чуть-чуть ближе Скомпоновать сразу при съемке То тоже вот хорошо же получается Вот, нормас И само по себе вот мне вот так тоже нравится И квадрат хорошо, но вот это мне больше нравится Понимаете? Теперь, что вам мешало сфотографировать так Чтобы оба вот этих объекта Чтобы они были в резкости? Вот что мешало? Непонятно А знаете, что мешало? Непонимание, что вы делаете Вы просто сщелкнули и все Вы не проследили за тем, как вы прицелились Как вы камеру держали Я не про то, что стойка А про то Ее проекции Вот, а еще можно было Снять как-то более ближе То есть чтобы Как-то, ну, по-другому это было Можно было, я не знаю Компоновать как-то по-другому Там Даже вплоть Не знаю То есть абсолютно по-другому Вообще, что это такое вот здесь? Это какие-то Это очки какие-то замороженные А где вы такие очки нашли? Вообще, что это? То есть это же не природные какие-то заморозки И как минимум, скорее всего, вы это снимали дома Непонятный снимок Но при этом скажу, что в нем что-то есть Единственное, что в нем нету Вашей внимательности Когда вы сдаете работы Поэтому Я думаю Вопрос С вашей внимательностью Мы больше не будем поднимать Вот Снимок в целом Нормальный Но здесь немножко не хватает Знаете, по-моему Здесь даже больше не хватает Не то, что Я вот хотел сказать Здесь не хватает серии Чтобы было побольше Но с другой стороны Вот сейчас смотрю А может быть Здесь немножко Не хватает Какого-то ощущения Что это лед То есть Взять и Немножко вот так присенить Ну, что-то там кто-то стробит у меня наверху То есть, может, вот это чуть-чуть не хватает Я думаю, на самом деле Чуть-чуть вот этого синего цвета Его здесь и не хватает Теперь смотрится более похолоднее Теперь мне даже Даже еще больше Вот это вот так вот нравится Конечно, сильно в синий Не надо уводить Но Вот так вот норм Вот даже вот с такой компоновкой Если это вы дома Сами сделали Там заморозили Ну Поделайте еще что-нибудь Можно Хороший результат Выбить из этого всего Следующий наш участник Камера Значит, Canon 800D Диафрагма 5.6 Выдержка у нас 1.125 И со 100 Ну, давайте смотреть Значит, первое, что я проверю Как всегда Это что у нас происходит Сзади Сзади у нас Как всегда Бардак Как всегда Как всегда Одно и то же Окей Так Во-первых Сразу вам скажу Что мне не нравится Мне не нравится То, что фотография Сама по себе Она получилась Какая-то у вас Красная Что ли Она То есть Все слишком теплое Почему так произошло Потому что Изначально Вы Баланс белого Поставили 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 А как у вас там Баланс белого Ну-ка, давайте поглядим Что у вас там ББ Где ББ Не вижу ББ Режимы Авто Ну, все ясно Видите, на автомате снимаете А что мешало Правильно настроить Баланс белого Чтобы вот этих проблем Не было Но, опять-таки Может быть Вы Это все дело И тонировали Вы не подумайте Я вас сейчас не оправдываю Просто Я-то знаю Вы же Прошли у меня Как его Ну, вы были на занятиях По постобработке И, может быть Вы там Это все загнули Так Может быть У вас монитор Синит Или еще что Куча есть Вариации Почему так Но я сейчас Еще раз говорю Я много давал вам Рекомендации Про то Как За этим всем смотреть То есть В любом случае Нужно Немножко Убрать этот Желтый Но, опять-таки Учитывая, что Я сейчас это делаю В JPEG В JPEG Это очень делается Все как-то Стремненько И поэтому Если как-то так Не знаю Как-то Охладить картинку надо Ладно С этим Балансом белого То есть Я сейчас пока Нет Ну, все равно Мне не нравится Но давайте Посмотрим немножко По-другому Про другое Вы же Проходили Это все Вы видите Какое здесь Некрасивое плечо То есть Как будто Здесь разрыв Капсула плеча То есть Оно вытянуто Ведь нормальное Плечо Наверное Как-то Вот так Смотрится То есть Вот Они То, что У вас там Дырка Откуда я Вот эту штуку Знаю У меня у самого Такая проблема Травма у меня И когда я потяну Руку вниз У меня получается Вот здесь Вот такая яма Может образоваться И здесь Вот так это выглядит Ведь Если сейчас Просто смотреть У вас Идет Вот рука Нарисую То есть Ну, рука Вот идет У нас Ключичка Плечика То есть Само по себе Логично Ну, как-то Вот так Должно идти А здесь Как-то Вот То есть Идет Сейчас Неудобно То есть Вот А потом Вот И вот так Это же как-то Странно Кто украл Плечо Скажите мне Кто украл Плечо Почему его Тут нету То есть Это же Странно И поэтому Вот я сейчас Вот это просто Выровнял И стало Более-менее Норм Теперь Что мне Вообще Сейчас не нравится То, что Плоско Вроде бы Есть Какие-то Теневые Рисунки Но они Все равно Плоские Немножко Выглядит Картинка Плосковатой Плоской Я имею ввиду Объема нет Видно Что на руке Вот Вот в этой зоне Много света Он попадает Но Остальное Все темно Я уже комментировал Работу с Шляпой И Здесь практически Тот же самый Комментарий То есть Если я сейчас Размылю глаза У меня Самая активная Область В фотографии Получается Вот это Что мне Вот сюда Мозг Сюда должен Смотреть Или На загадочное Лицо Которое Здесь сидит Вот И поэтому В этом плане Работа мне Не нравится И опять-таки Зачем воздух Над головой Сколько можно Вас за это ругать Нафига Этот воздух Над головой Что Ну Вы Спонсируйте Наш Хавой Ларе Ставьте Этот воздух Вот Уже Лучше И Может быть Стоило перевести Тогда снимок В ЧБ Если тут Такой Как это Не гангстер Ну Можно сказать Гангстер С такой Стайл Где Шляпа Взгляд Вниз Это же Стандарт Где Вот так Вот И Если поставить ЧБ И Правильно Проработать Я думаю Было бы лучше Но даже Смотрите Вот я сейчас ЧБ перевел Насколько Рука Сейчас Вот именно Вот эта область На себя Опять тянет Видите То есть Еще раз По сути Я сейчас Делаю одно и то же Но хотя я это делаю Постоянно Одно и то же Говорю вам Про одни и те же ошибки Я не конкретно вам Уважаемый студент А всем вам Студентам Вот Вот Вытащили лицо И Соответственно Вот То же Все то же самое Что я И Рассказывал В предыдущем То есть В предыдущей работе Вот А руку Чуть темнее И соответственно Рука Теперь не бросается В глаза И Более-менее Здесь у нас Лицо То есть Вот же Что нужно было Делать Вот Мы же должны Вот сюда же Посмотреть То есть Вот А у вас Вот Теперь видно Да Смотрите Вот сейчас Смотрим Вот смотрим Если на картинку Мы видим Что Основной объект Ну то есть Куда То есть Ну мы смотрим Сюда На лицо А сейчас Бум Видите Глазки Как автоматически Сразу Перекидываются И вот это Нужно учитывать Поэтому Как минимум Это надо заново Переретушировать И как минимум Это нужно заново Переснять Сделать так Чтобы это было нормально А не плоско И Вот просто Сфотографировать Следующий Наш Участник Это Камера 80D Sigma 1750 Объектив Диафрагма 5 Значит Выдержка 1.100 ISO 100 Так Давайте Смотреть Итак В целом В целом В целом Норм То есть Ну опять Таки Не Так как Я не сомневаюсь В ваших работах В этом плане У нас уже Участник Который Все уже Понимает Все знает И У вас Это хорошо Получается Единственное Знаете Что вот сейчас Мне не нравится В этом снимке Мне не хватает Ключевого Объекта Здесь Настолько Много Всего Разбросанного По пятнам То есть Вот смотрите Какое активное Пятно Вот здесь Вот белые Вот активные Пятна Понимаете И Они На себя Очень много Внимания Забирают То есть Активные Пятна Должны Быть По центру Ну Там Где вы Хотели Ну То что Вы хотели Показать А здесь Получается Ключевой Объект Он Темный И его Не видно И вот эти Пятна Его Закрывают То есть Они Как это Акцент Берут на себя То есть Вот смотрите Вот Видно Вот Я даже Специально Сейчас Еще Подниму Яркость На Этих Котлетах То есть Вот Сейчас Вот так Вот мы Сделаем И Давайте Посмотрим Видите То есть Вот эти Объекты Которые Сзади Они Очень Сильно Отвлекают Внимание Ключевой Объект Находится Посерединке И вот Эта Тарелочка С этой Едой Кстати Тарелочка Красивая Надо У вас Вест Вест Стануть На одну Съемочку Вот А вот Так вот Вот так Вот лучше Поэтому В данном Случае Немножко Поубавьте Цвета Вот здесь Вот Немножко Приглушите И вытащите Вот этот Вот Сам Главный Объект И Тогда Будет Норм А это Вообще Что такое Учитывая Что здесь Это же Лимоны Это Лимонные Котлеты Что ли То есть Это же Не к чаю С лимоном Столько Лимонов Это Видимо Какая-то Лимонная Котлета Наверное Я Никогда Не ел Лимонные Котлеты В общем Думаю Комментарий Понятен И Немножко Нужно Просто Переработать Этот Снимок А в целом Ну Как всегда У вас Норм Друзья Я сейчас Записываю С основного Экрана Потому что Я не знаю Почему Но У меня Вот Начиная С этой Фотографии Стал Цвет Отображаться По-разному На Двух Мониторах Иногда Вот такой Какой-то Глюк Бывает Он очень Редкий И Когда я Его Замечаю Я Соответственно Сразу Ну На это Вещи Реагирую И пытаюсь Это Устранить Этой Проблемы Давно Не было Это как его Обновление В Mac Которые пришли Что-то там Поменялось Фиг его знает Я Фотошоп Последний себе Не поставил Потому что Он какой-то Немножко Глючнутый Это 22.3.1 Он какой-то Ну Что-то с ним не то Он немножко глючит И соответственно Я жду новую версию И может быть Сейчас Из-за того Что у меня Фотошоп стоит Относительно Не новый И Система обновилась Возможно Вот Какие-то Пошли глюки И так вот Значит Следующий Наш участник Это Камера Canon 1100D Диафрагма Объектив 50 мм 1.8 Снято Был на диафрагме 2.2 Выдержка 1.160 ISO 100 Открывайте Давай Почему я Решил Переключиться На экран Другой Потому что Когда я открыл Здесь все было Очень красное И я не мог Понять Почему А как я это Заметил Я когда открыл снимок В Camera Raw Он поменялся Моментально И в общем Я это среагировал Я сейчас Анализирую И вспоминаю Был ли такой Косяк Ранее В разборе По-моему Его там Не было Но в любом случае Если я на монтаже Это увижу Это кусочек Я перезапишу Ну окей Ладно Давайте посмотрим На работу В целом В целом Так я Сейчас Достану Вот все В целом Нормально Единственное Что конечно Немножко Не хватает Теней Вот просто Немножко Не хватает Теней Чуть-чуть Хотя бы Вот Капельку Теней Было бы Пообъемнее И как-то Смотрелось бы Получше Сейчас я это Спрячу Так Масочкой нашей И вот здесь У нас Получается Открою Побольше Воздействия Вот Немного Не хватает Теневого рисунка То есть Видим Да Я не Волосы Затемняю А мне Вот здесь На лице Не хватает Его Второй момент Когда вы Конвертировали Раф Вам нужно было Поставить просто Галочку Чтобы убрать Хроматические Аберации Потому что Они здесь Прям явные Тем более Это полтинник Который Дает Такую штуку Равносильно Как и здесь Вот В целом Если на работу Смотреть Здесь Можно было бы Снять Так Чтобы Так Ребят Сейчас я Перетащу Так Вот После перестановки Экрана Конечно Вот Такие Теперь Вот Все Значит Немножко Хочется Чтобы фон Был Менее Активный Для того Чтобы вы Больше Визуально Вытащили Вашу модель Чтобы она Больше Выделялась Так Неудобно Очень неудобно Работать Я уже Наверное Это миллион Раз Сказал Но Пока Только так По другому Не получается Вот Немножко Фон Я бы В общем Уменьшил Вот Вот здесь Конечно Я не знаю Просто Что вы делали Но Вот здесь Видно Как будто Рука Затемненная Вот Вот здесь Вот В целом Как бы Работа Нормальная Но все равно Она Немножко Какая-то Красноватая Я Только Из-за этой работы Переверну Как это Переключился На другой Экран Вот А в любом случае Ну вот Как-то Вот так Что-ли По Прохладней Чтоб она была Смотрится Уже Как Получше Чем просто Она красная Вот Видите Конечно Опять-таки Я не знаю Какой у вас там Монитор Но Вот это Вот Очень важно И еще один момент Такое ощущение Что Когда вы Конвертировали Свой RAW Снимок Вы не поставили Камера Стандарт Профиль У вас Как будто Это Адоб Стандарт Почему я так Думаю Потому что Здесь Цвета Они Красно-бледные Какие-то Возможно Я ошибаюсь Я точно Не знаю Но Похоже Как будто У вас тут Именно Адоб Стандарт Не Камера Стандарт Вот И Если Мы Сейчас Будем Сравнивать Снимок Ну Вот Получается В целом Норм Но Опять-таки Если Это Кто-то Из ваших Родственников И так Далее Попробуйте Еще Поснимайте Я уверен Получится И Следите Затем Чтобы Вот эти Элементарные Шахматы Что же Такое У меня Все время Уровни Вылазят Неудобно Сколько раз Я уже сказал Наверное 500 раз Вот Здесь Чуть-чуть Нужно Было Их Приглушить Чтобы Они Вот так Вот Как это Сильно В глаза Не Ну Не бросались Иначе Перебивают Прям Переби Вают Сейчас Вот так Вот Ну вот Смотрим Вот так Вот Будет Получше Касательно Переводить Снимок Этот В ЧБ Или Или Не Переводить Ну Может Посмотреть По сути Ничего Так особо И не Поменялось Все равно Видно Что фон Немножко Такой Активный Шахматы На себя Внимание Сильно Берут Вот А в целом Норм Ну Я переснял Не то Что переснял И переснял бы И немножко Переработал бы Вот этот Вот снимок Если изначально У вас Здесь тени Были Но они И так Есть Я к тому То что Вот здесь Вот если Посмотреть То есть Вот Что то еще Тут у нас Как будто бы Отражает Видно Да Скиньте Сырой снимок Давайте Мы его Поглядим И там Дальше Дам Рекомендацию Моделька У вас Симпатичная Следующий Снимок Камера Canon 1300D Объектив 1855 Значит Диафрагма 4 Выдержка 1.60 ISO 400 Вот Хотел поругаться Хотел сказать Почему здесь Такой вот ISO Если вы Снимали Вспышкой Но тут Не вспышка Значит Первое Что мне не нравится В этом снимке Вы Зачем Нарастили Здесь Вот так вот Искусственно Вот эту резкость Которую Видно И плюс Здесь Виден Ваш Шум Причем Очень Очень Второй Момент Что мне Наряется В этом Снимке А где Ее плечи Зачем Вы Голову Отрезаете Мы же Сколько раз Про это Говорим Не рубите Голову И не Оставляйте Воздух Над головой Здесь Прям Явно Не хватает Плечей Прям Явно То есть Насколько Здесь Не хватает Их Намного Не хватает Здесь Даже Ну как Не нарастишь Эти плечи То есть Как минимум Вот так Должно Было Быть И Соответственно Еще плюс Сама Позиция Немножко Как-то Вот сюда Что ли Сейчас Где Вот Как-то Вот так Что ли И все равно Не хватает Плечей И плюс Они В темноте То есть Визуально Хочется Чтобы Здесь Вот эти Плечи То есть У нас Сегодня День Плечей Ну Это Слишком Конечно Много Ну Вот Просто Как-то Хотя Бо Вот так Был бы Лучше А здесь Получается У нас Дырка И Нифига Непонятно Где Вообще Вот я Насколько Яркость Поднимаю Я даже При всей Яркости Где Ее Плечи Что Они Вот так Что ли Получается А Ну да Получается Они Это Я слишком Большие Плечи Нарисовал Получается Тогда Следующее Что Здесь Очень Плохо Во-первых У вас Недосвет Прям Прям Очень Недосвет И Плюс Фотография Сама По себе Очень Такая Бледная Она Синяя Вы Вы Снимаете Ребенка С Цветочками С Цветулечками На голове А что У вас Такой Мрак Ведь Можно Было Снять Получше И плюс Зачем Вы Специально Ну понятно Вы можете Сказать Ну времени Не было Там Туда Сюда Хотя По Дате Съемки У вас 13 46 Диафрагма 4 И 100 400 Ну у вас же есть Вспышка А чего Вспышку Не задействовали По сути Ну окей Хорошо Вы хотели Свет От окна Окей Нужно было Поближе К окну Поставить То есть Я сейчас могу Сказать Миллион Как это Причин И Миллион Действий Как Что Можно Сделать Просто Я сейчас Смотрю На Результат И Я вижу То что У вас Получается Помимо То что Не до Свет Обрезанные Ну и Обрезанные Плечи То есть Просто Голова Баланс Белого Какой-то У вас Там Не то Что Даже Баланс Белого Нет И Баланс Белого Она Синяя Плюс Здесь Вы Зачем Это Все Как-то Нарастили По Резкости Шум В общем Моя Рекомендация Переснимите Вот Этот Снимок Понят Два Одуманчиков Уже Наверное Сейчас Не Найти Ну Сделайте То есть Вот Я Уже Смотрел На Этот Снимок Уже Более Менее Как-то Нормально Смотрелось Уже Потому Что Компоновка Правильная А вот Теперь Ваша Компоновка Я думаю Здесь Не Поспоришь И Соответственно Сразу Видна Ваша Ошибка Поэтому Переделать Следующий Участник Камера Получается У нас Это 800D 5.6 Диафрагма 1.125 Выдержка Так Ну Классический Случай До чего Я сейчас буду докапываться Где фокус Где Наш Фокус Фокуса Нашего Тут Нет И это Очень Очень Печально Где Фокус Здесь Ну Надо же Рассчитывать Как вы Снимаете То есть На какой Глаз Вы целитесь Мы же С ним Целимся На Ближний Нам Глаз Для того Чтобы Даже Если Вот этот Вот у нас Фокусе Гриб Сюда Все равно Будет идти Он тоже Вот Где-то Вот здесь Возможно Закончится И потом Будет размыто Вот Когда вы Этот снимок На компьютере Смотрели Вы же Должны были На это Обратить Внимание Теперь Знаете Что Здесь Не хватает Мне Здесь Не хватает Бликов Если Издалека Посмотреть Вообще Вы Посмотрите Как будто Глаз Немножко Даже Как будто Косит Вот этот Вот То есть Вот этот Глаз Как будто Косит По сравнению С этим Вот Визуально Я это Вижу Касательно Бликов Блики Здесь Нужно Было Поднять Мы Же Это Все Разбирали Опять Я не Помню Вы У меня Прошли Эта Обработка Нет Я просто Сейчас Сам Не помню Конкретно Чья Это Работа То есть Я пока Так Не могу Сейчас Точно Сказать Но Вот Блики Появились Ведь Гораздо Лучше Стало Смотрите Темнота В глазах Вот Лучше Стало Вот Еще Один Очень Такой Важный Момент У У У вас Не До Свет То Есть Как Надо Чтоб Поярче Было У Вас Очень Активный Свет Получается Вот Здесь То Есть Вот А Вот Тут Что Тут Темно Вот И Нужно Там Поднять Яркость Где Ты Рисовал А Это Я Здесь Рисовал Так Это Очень Много Вот И Теперь Лицо Более Менее Как То Смотрит Сейчас Конечно Она Выглядит Грязно Почему Потому Что Ну Вот Как Я Тер И Грязно Кажется Там Где То То Я Не Прошел С Кисточкой То То Вот Теперь Уже У Этой Девочки Ну Ребенка Лицо Более Менее Уже Вот И Она Не Выглядит Косой А Что Было Рисующий Поставили А Тока От Рисующего Вообще Нет Вот И В Тоге Вот Что Была Темнота И Вот Что Стало То Я Просто Поднял И Понятное Дело Что Еще Само По Себе Нужно Будет Поднять По Яркости Картинку Но Не Сильно Вот Я Сильно Хоть Чуть Поднимаю У Снять И Соответственно С учетом Всех Рекомендаций Я прекрасно Понимаю Что У вас Ну Давайте Даже Так Вы Посмотрите Пожалуйста Вот Все Снимки Какие У вас Есть Выберите Самый Резкий Отретушируйте Его Приведите В порядок И скиньте В группу То Есть С удовольствием Посмотрим И Частая Проблема Всех Это Вот Руки То Есть Многие Про них Забывают То Видите Вот Торчит Рука Чья Рука Вот Я понимаю Да Это Ее Рука Но Пусть Тогда Будет Больше Видна Локоть Пусть Будет Больше Виден А то У нас Получается Как То Непонятно Ясно Да Я Еще раз Говорю Я понимаю Что Это Ее Рука Но Если Вот Так Вот Посмотреть Непонятно И Не Всегда Это Красиво Если Вы Как Это Модели Ну Простите Модель Куда-то Поставить Куда-то Деть Ее Руки Пусть Эти Руки Что-то Там Делают По Настоящему А не Просто Там Вот Так Вот Стоят Тогда Будет Смотреться Все Это Лучше Вот Поэтому Так 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 Рекомендация Еще Раз Говорю Рука Я Понимаю Что Это Ее Рука Но На Будущее Вот Такие Моменты Избегайте Итак Друзья Я Вновь Переехал В тот Режим В котором Мне Удобно Работать Я Говорю Про Экран Я Перезагрузил Посмотрел Вроде Все Опять Нормально Я Не Не Почему Именно С этой Фотографии Так У нас Получилось Вот Но В любом Случае Мне Вот так Гораздо Удобнее Работать Чем Предыдущие Когда Я Работаю С одним Монитором Ладно Значит Следующий Наш Участник Это Canon 70D Объектив 18135 13 Диафрагма Выдержка 1 Восьмая Секунды Вот Насколько Я Помню Уважаемый Студент У вас Была Вспышка И Соответственно Сейчас Для меня Немножко Непонятно Почему Вы снимаете На такой Длинной Выдержке Вот Прям Непонятно От слова Совсем Значит Так Уважаемый Студент Вы мне До сих пор Не скинули Скетчи По Вашему Чайнику Который Я вас Попросил И Отныне Отныне Перед тем Как вы Будете участвовать В следующих Играх Но Сразу вам Скажу Что Теперь Участвовать В следующих Играх Сделайте Пожалуйста То Что я Вас Просил До Этого Иначе Вы будете Не допущены К новому Разбору Работ И Для вас Отныне Новое Правило Перед тем Как Вы Скидываете Какие-либо Работы Которые Участвуют В разборе Вы Вы Должны Сначала Мне Показать Что Вы На Что Вы Смотрели Перед тем Как Вот это Фотографировать Иначе У меня Каждый Комментарий Будет заключаться В том То что Мы же То есть Вы же У меня Обучались Разве Я вас Этому Учил На Что Вы Смотрите На Что Вы Опираетесь И Я Не хочу Быть В роли Попугая Который Говорит Все Время Одно И Тоже Поэтому Значит Последующая Любая Игра В которой Вы Участвуйте Вы Перед тем Как Скинуть Ваш Результат Вы Сначала Показываете На Что Вы Смотрите И После Этого Скидываете Работу Чтобы Я четко Понимал То есть В чем Проблема Вашего Результата Который Вы Скидываете В том Что Вы Ленитесь И Скидываете Лишь Бо Скинуть Либо В том То Что Вы Не Растете Понимаете Поэтому Значит Мы С вами Договорились И Это Самое Важное Условие Теперь Участие В Нашем Разборе Значит Вот Смотрим На Ваш Снимок Во первых Вот Я сейчас Тут Погляжу Все Ясно Понятно С вами Зачем Вы Сделали Вот Это Вот Такое Вот Какой-то Искусственное Винетирование Сами Вот Здесь Вот Это Все Затемнили Нафига Хорошо Даже Если Допустим Вы Не делали Искусственное Винетирование Но Сами Посмотрите Здесь У вас Часть Цветов Особенно Вот Вот Этот Цветок Он Совсем Уходит У нас В темноту То есть Его бы Вытащить Оттуда То есть Каждый Цветок У вас Как-то Уходит Либо Пучок Нужно было Выше Поднимать Чтобы Не Как это Зона Вот этого Вашего Воздействия Чтоб Она Не Вот так Вот Работала Оставляя Вот это Все В темноте А чтобы Эта Зона Была Вот Здесь И Соответственно Чтобы Все Цветы Какие Есть Они Попали Под Освещение Теперь Очень Еще Важный Такой Момент У вас Вот здесь Цветы Склеились То есть Что значит Склеились Очень То есть Объема нет Они превратились В какую-то Кашу Нужно было Немножко так Проработать Если вы помните Курс Постобработки Вот Вот здесь Теневые Области Нужно было Чуть Пройтись Чтобы Ну Как-то Было Не слипше Вот И плюс Здесь Какой-то У вас Накрученный Контраст Также Здесь Мне Сейчас Вот на данный момент Очень не нравится То что Картинка Синит То есть Она прям Сильно Синит Дайте Вот сюда Ее Сейчас Перекину Учитывая Что я Опять Переехал На другой Экран Сейчас Вот так Вот Картинка Синит Хочется Ее Как-то Нет Давайте Лучше Балансом Белого То есть Вот Чуть Чуть Перевести И Когда я Перевожу Баланс Белого Красный Вообще Начинает Слипаться Что Очень 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 Плохо И вот Я вижу Что вы Снимали На диафрагме 13 Ну Окей Хорошо Максимальный Предел То есть Максимальный Потолок Ну Понимаете Я вот Сейчас Смотрю На ваш Снимок И Для Меня Ваш Снимок Он Какой-то Не знаю Он Пустой Он Не Проработанный Равностейно Когда Сейчас Композиционно Я его Поставлю Вот так Лучше Смотрится Чем Вот так То есть Вот Не знаю Почему Вы Это Не Видите Поэтому Моя Рекомендация Следующий Любой Еще раз Повторюсь Любая Следующая Игра Вы Сначала Скидывайте На что Вы Смотрите И Соответственно Скидывайте Вашу Работу Только Вот Это Условие Которого Ну Если Вы будете Уполнять Только Это Вас Допустит Следующим Играм Иначе У нас Одни Те Ж Ошибки Основную Мысль Я сказал Если Вы Снимали Это С пучком Нужно Было Пучок Поднять Выше Чтобы Все Цветы Охватились Вот И Композиционно Нужно Было Перевести Немножко Правее И Было Было Здорово Если Что Не знаю Что Здесь Показалось Я имею Думаю Может Горшок Либо Еще Что Было 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 Красивее И Не Фотографируйте Лишь Чтобы Ну Лишь Что Сфотографировать Подходите Пожалуйста К Съемке Правильно И Вот Этот Очень Важный Фактор За Которым Я Хочу Проследить Как Вы Вообще Что Либо Выполняете Следующий Наш Участник Камера 60D Объектив 18 135 6.3 Диафрагма Выдержка 1.250 Так Первое Сразу На что Я Хочу Чтобы Вы Обратили Внимание У вас Снимок Очень Сильно Синит И его Немножко Как То Немноженько Ну Подтеплит Что Ли Второй Момент Снимок Получился Темный То есть Нужно Поднять В нем Яркость Поднимая Общую Яркость Вы Видите Что Основной Акцент Теперь Фотографии Вот Сюда У нас Идет Потому Что Самый Светлый Понятное Дело Что Здесь Нужно Все Это Что Делать Прорабатывать Каким Образом Уже Миллион Вы Смотрите Остальные Работы Которые У нас В разборе Немноженько Вот Немноженько Мы Затемним Бока То есть Вот И Этим Самым Мы Сделаем Больше Акцент На Нашей Ящерице То есть Вот Так Вот И Соответственно Сейчас 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 Хочется Сделать Все равно Ее Немножко Желтее Потому Что Она Даже Сейчас Тоже Отдает У меня Каким То Таким Фиолетовым Оттенком То есть Вот Я Сейчас Пытаюсь Хотя Бо Как То Тонированием Это Сделать Вот Зеленый Увел То Как Как То Ну Вот Так Что Л Ну Хоть Как То Вот Так И Даже Сейчас Опять Таким Мне Не Хватает Вот Этой Вот Яркости Что Приходится Опять Зайти Сюда Как Норм Раньше у нас происходит в чате Тут хотят мастер-класс по суперсъемке Вот, в общем На чистую, на чистую теперь На быструю руку я это все сделал И гораздо лучше смотрится Поэтому, еще раз Если у вас съемка, которую вы контролируете То контролируйте источник освещения И ракурс Если съемка, которую вы не контролируете Вот так вот внезапно получилась Будьте готовы к тому, что это нужно прорабатывать Потому что Если не проработать, смотрится Ну, вы сами видите Из этого снимка можно вытащить Сделать хороший снимок Но это нужно посидеть И, соответственно, нужно прям поработать И тогда получится нормальный снимок Моя рекомендация Поработайте со снимком Мне интересно, как вы его обработаете Я и так вот показал, что нужно делать Просто как это На скорую, чистую, грязную руку Сразу так не получится Но мысль, я думаю Вам понятно, что здесь нужно поправить А если это ваша ящерица С камнями И есть возможность это снять Поснимайте Я уверен, выйдет хороший результат Потому что даже сейчас снимок Смотрится в целом хорошо Следующий наш участник Камера 90D Диафрагма 9 Выдержка 1125 А объектив тут у нас 70-200 Так Ну, что я могу сказать Про этот снимок Ну, в целом Как бы Норм То есть я не вижу Здесь ни пересветов Ни недосветов Конечно Хочется сказать Про Модель Про то, что Ну, игра модели Что она делает Куда она смотрит Ну, не знаю Что бы я здесь поправил Ну Ну, как минимум Поправил бы вот здесь Вот пятки То есть Пятки часто Выглядят Как это краснее Как это зеленее Ну и разными Вот этими вот цветами Я бы как минимум Это поправил Равносильно Как и вот это То есть я бы здесь Аккуратно поправил И между прочим Когда фотографируете Кого-то С голыми ногами Обязательно Не стесняйтесь Посмотрите Состояние ног Потому что Вот у меня было Несколько случаев Когда я фотографировал А там Ногти На ногах Были Ну, просто Ну В ужаснейшем состоянии Я так на это посмотрел Думаю Нет Я это ретушировать Не хочу Я это ретушировать Не буду И Соответственно Я сказал Не, одевай обратно Башмаки И давай Лучше По шмаках При этом Я не стесняюсь Этого Вот Ну и Опять-таки Учитывайте Эти моменты Тоже Касательно Волос На ногах И так далее Да Нужно Вот так Увеличивать Смотреть Потому что Если вы Изначально Не будете Правильно Подходить К съемке И у вас Будет какой-то Момент Где нужно Распечатать Фотографии Вот это все Будет просто Очень-очень-очень Сильно видно И первые Кто про это Вам скажет А что ты здесь Не убрал мне Или ты Не убрал мне Ваша модель То есть Первое Кто вам скажет Вот эти претензии Это Модель Поэтому Когда Ко мне приходят Какие-либо модели Я изначально Их полностью То есть Я их полностью Предупреждаю Соответственно Ну Здесь Також еще Нормально Хотя Вот это Нужно Все почистить Но не мылить А аккуратно Аккуратно Почистить Вот Вот капилляр Ну венка Вот это вот Я бы Это все Почистил бы Касательно Ну вот То есть Я говорил То что Я всегда Всех своих моделей Заранее Предупреждаю Что я потом Это ретушировать Не хочу И не буду Тратить свою жизнь На вот эту ретушь Равносильно Как Ну Это еще Не так страшно Я видел Пострашнее Но вот Вот это Это уже Напрягает Вот этот Грязный Пол Стул Можно оставить Таким Как он Есть Стул Это стул Но Вот это Вот Нужно Учитывать И плюс Я вижу У вас Здесь Цветовой Шум То есть Он Тут Есть То есть Видно Что это Просто JPEG По моему Без Проработки Потому что Ну JPEG Так выглядит Рав Такой не даст Результат Вот Поэтому Учитывайте Вот эти Комментарии Еще на стадии Ну То что Сейчас я сказал Учитывайте Это все На стадии Еще съемки Касательно Вот этих Вот всех Дел Вот Вот этого Вот этого Вот Всего Потому что Ну Учитывая Что это Открыто Учитывая Что Это прямо Это видно Не каждый Не каждому Приятно Вообще Будет смотреть На Ноги То есть На какие-то Места Это равносильно Как какие-то Прыщи То есть Я не говорю Что у моделей Что-то плохо С ногами Это просто Вам Замечание На будущее Чтоб вы Вот эти Моменты Все Учитывали Такие Вот дела Следующий Наш участник Значит Камера Это у нас Canon PowerShot SX60 HS Длинное Название Вот Диафоргма 5 И Выдержка 1160 Помню Комментарии То есть Я никогда не забуду Поменяйте Камеру То есть Это не мои слова Те Кто смотрят Поймут Сразу И тоже вместе со мной Поржет Вот Значит Давайте Поглядим 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 Ну Что я могу сказать Шляпа Довольно Знакомая По моему Вы В один день Что ли Все это снимали Что мне Не нравится В этом снимке Мне Не нравится То что Он плоский Я не вижу Какой-то Контраст Я не вижу Какой-то Объем Плоско Вроде бы Здесь Вот Есть Как бы Тень То есть Вот Сейчас Поменьше Делаю То есть Вот Как бы Она Есть Ну Здесь Темнота Не хватает Контраста И Такое ощущение Вот Еще раз Говорю Если Сейчас Мы Посмотрим Если Мы Посмотрим Где Эта Шляпа Вот Эта Шляпа Одна И Та Шляпа У Кого Это Еще Шляпы Я Видел Одни Здесь Другая Шляпа Слушайте Весь Курс Снимает Со Шляпой Раз Шляпа Два Где Еще Шляпа То есть Вот Шляпа Ну Я Уже Ее Так Считал Ну Понятно Да Три Раз Два Три Фотографии С одной И той Жей Шляпой Бедная Шляпа Это Одна И Та Же Вот И Все Троем Одну Идею Снимают Спрятать Лицо А почему Вы Наоборот Чтобы Не сделали Так Чтобы Показать Лицо Вот А почему Вы тоже Так Ну Почему Вы Как Не Попытались Выделиться И Получается Вся Та же Самая Ошибка Что И В предыдущих Фотографий Вот Этих Ваших Шляпных Серий У нас Руки Больше Берут На себя Акцент Лицо В темноте И Нету Никакого Объема Если Это Хотя Было Бы В ЧБ Вот Я Сейчас Переведу Это В ЧБ Плюс Возьму Яркость Контраст И Как То Вот Как То Добавлю Но Он уже Будет Поинтереснее Снимок Понятное Дело Что Вот Это Нужно Будет Вот Это Нужно Будет Где Руки Понятное Дело Затемнять Вот Здесь Поднимать Ну И Схема Освещения Где У нас Называется Лор Врач Потому Что Светим Ровно В ухо Вот К сожалению Так Если Постали Хотя Здесь Вот так Посмотреть Вот Идет Свет Но Вид Немножко Непонятный Поэтому Не будьте Лор Врачом Возьмите Нормально Снимите И Я уверен Если вы Посмотрите Фотографии Я не знаю Это Гангстеры Семидесятых И так далее Вы посмотрите Они гораздо По другому Смотрятся И Они более Контрастные И Ну Поинтересней Нежели Просто Взять Идею В плане Того Что Да Давайте Возьмем Вот Как Фактологи Снимем Просто Шляпу Вот Наденем На голову Возьмем Зачем То Цветочек И Снимем Шляпу Ну Фотографию Со шляпой А не Сами Будем Снимать Вот Поэтому Переработайте Это Вам Всем Господа Шляпники Те Кто У меня Со шляпой Снял Следующая Работа А я не Успел А нет Успел Значит Canon 80D Sigma 1750 Диафрагма 8 Выдержка 1 125 Итак Что Мне здесь Не нравится Мне здесь Не нравится То что Фотография Синит Хочется Чтобы Фотография Была Нормального Оттенка У вас Здесь Все Синее То Есть Кружка Отдает В синее Зерна Отдают В синее Ну Баланс Белого У вас Ушел В синий Нужно Было Вот Обратите Внимание Я сейчас Чуть-чуть Добавил Желтого Уже По-другому Кофе Стало Вот Более Аппетитным А не Синим Очень Было 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 Классно Если Было 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 Как-то Атмосферно Что Сзади Было Какой-то Свет На Теплый Источник Освещения Вы Поставили Было Было Болучше Само По себе Здесь Просится Потому Что Здесь Все Видите Такое Теплое Горячее Кофе Жене Холодное Да Есть Любители Холодного Кофе Но Само По себе Кофе У нас Горячее Вот И Поэтому Немножко Теплого Какого-то Цвета Не Хватает А тут У вас Получается Просто Снято И Все Если Допустим Просто Говорить По Свету Да В целом Как бы Норм Ну Вы Сами Знаете До чего Я буду Докапываться Вы уже Это Прекрасно Все Знаете То есть Вот До Вот Этого А это Что У нас Это У нас Грязь Про Которую Мы Забыли И По сути Ничего Не мешало Вот Эту Штуку Просто Оттуда То есть Убирать То И Нечего По сути То есть Нужно Было Убрать Но Основная Сейчас Претензия Это К тому То Что Темно По Свету В целом Как бы Нормально В целом Как бы Нормально Но Помните Да Что Вот Если Вы рекламу Кофе Посмотрите Здесь Всегда Ну Часто Бывает Еще Такой Блик Такой Для Объема Было бы Красивее Если Здесь Были Были Какие То Я не Знаю Контровые Источники Освещения Которые Вот так Подсветили Бы Вот Это Вот Даже Взять Контровой Одеть На него Какой Желтый Фильтр Подсвечивать Вот Допустим Смотрите Видите Вот Здесь Вот Таким Желтым Оттенком Отдает И Смотрится Хорошо Но Если Было бы Было бы Круче Поэтому Моя Рекомендация Попробуйте Еще разочек И Соответственно Добавьте Сюда Какой-то Фоновый Источник Освещения В целом Нормально Следующий Наш Участник Камера 90D 85 Объектив Это у нас Тот Который 1.8 Значит 3.2 Диафрагма Выдержка 1.2 Ну 1.2000 Так 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 Ну Что Я могу Сказать Конечно Немножко Просто Слишком Даже Как-то Просто И Вот Я сейчас Смотрю На это Дело Я думаю Вот Эти Вещи Они Здесь Немножко Лишние И Знаете Что Еще Лишнее Вот Эти Вот Куски Пятна Которые Отвлекают Я понимаю Да Что Теперь Пойти Траву Сажать Конечно Ж Нет Траву Не Надо Сажать Просто Даже Если Попробовать Это Допустим Ну Я не знаю Там Перекрасить Или Еще Что Но Я сейчас Не буду На это Тратить Время Просто Вот Закрою Кусочек Раз Уже Нормально Закрою То есть Ну Мы Визуально Просто Представляем Кусочек Два Кусочек Три Я Закрыл Кусочек Четыре Представьте Что Здесь Вот Этого Ничего Нет Было Бо Лучше Потому Что Вот Эти Вещи Они Отвлекают Вот И Такой Еще Момент Насколько Но Я понимаю Что Ближе Метра 85 Не снимает Там Сколько 90 Сантиметров Но Было Было Лучше Если Была 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 Возможность Сфотографировать Вот Так Поближе То Есть Примерно Хотя Бы Вот Было Было Лучше Потому Что Нет Никакого Воздуха Нет Никакой Ненужной То Есть Ненужного Пространства И Смотрится Ну Получше Смотрится Даже Если Я Сейчас Вот Вот Эти Вот Закрашу Чтоб Их Не было Видно То Просто Визуально Ну Чтоб Они Не бросались Вот В Глаза Вот Вот Думаю Здесь Потемнее Лучше Сделать Вот Даже Хочется Еще Выше Поднять Снимок Вот Так Это Это Сейчас Не К Тому Что Можно Теперь Фотошоп И Все Это Делать Нет Нет Ни В коем Случа Поэтому Конечно Если бы У вас Была 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 Сотка Объектив Вы Еще Вот Так Хочется Немножко Сейчас Немножко Даже Поменьше Сделаю Вот У меня Прям Как это Проснулся Во мне Художник Рисовать Ну Короче Говоря Я думаю Все Поняли Что Я имею Ввиду Это Лучше Чем Вот Этот Вот Мусор Видите Да Насколько Меняется Фотография Насколько Акценты Появились Поэтому Моя Рекомендация Просто Ради интереса Вот Как я Попробуйте Порисуйте Вот А когда Пойдете Снимать Соответственно Снимаете Предугадывая Что у вас Может Получиться Я знаю Бабочка Не сядет Туда Где вы Специально Как это Ждете Но Вы знаете Есть такая вещь Как рыбалка Не факт Что Сегодня у вас Рыба Ну Клюнет А завтра А завтра Нет Вот И Воле Случа И Хорошие кадры Часто Получаются Тогда Когда вы Сидите И Ну как Ждете Как Как рыбалка Потому что Даже Вот у меня Есть Съемка Где Я специально Выходил Три дня На одну и ту же Локацию А что долго думать Давайте я покажу Три дня Или четыре дня Я выходил На вот эту локацию Для того Чтобы Поймать Именно Вот этот вот Кадр Где он У меня Здесь Здесь И На третий Или на четвертый День Я еще взял С собой Студентов Мы Ну вместе Начали Фотографировать Сначала Все не понимали Что я хочу Где Где Что мы Тут стоим Мы час Стояли на дороге Если не больше Вот Но при этом При этом После того Как увидели Что получается Все студенты Наверное Еще недели Три Постили Свои Вот эти Фотографии Ну такого рода В инстаграм То есть Или фейсбук Где-нибудь там Грузили Я просто помню Потом ленту Долго Они вот Этими фотографиями Засеивали Вот И как раз таки Фишка была в том Что В нужное время Когда свет Красиво Вот это все Ложится Да Но Почему я три раза Ходил Потому что Я вот Что-то такое Типа Искал Тут у нас Вы сами видите Два объекта Обратите внимание Они Ну Друг другу Идут И Даже у них Ноги На одном И том же Уровне То есть Вот Поднятый Конечно Если бы у него Не было пакета Было бы круче Но Хоть так Опять таки Можно сказать Ну надо бы еще ждать Да ребят Можно бы еще ждать Но Этим результатом В данном случае Я больше чем Доволен И он мне Нравится Поэтому Когда снимаете Подходите к этому С азартом так Что Можно Сделать Лучше Кадр И Это Лучше Как это Лучшая мотивация Лучший выход Сделать красиво Нежели Сделать Ну Так себе Вот так А если видите Что бабочки Все время туда Садятся Ну Садятся Возьмите ножницы Вот эти лишние Отсеките И Блин Не знаю Травы Нарвите Где нибудь Накидайте Вот в эту область Вот сюда Травы Этой Накидайте И соответственно Блин Ну Все Было бы норм Не надо Ничего В фотошопе Делать Вот Но И Сейчас Даже Вот смотрите Вот кто Различит Ведь Давайте Вот посмотрим Ну Здесь Уже Палево А вот Допустим Чем Вот То Что Сейчас Я Здесь Нарисовал Отличается От Вот Этого Ведь Они Очень Похожи Почему Потому Что Я Мягко Кисточкой Рисовал И Вот То же Самое Здесь Еще раз Говорю Поэкспериментируйте Поделайте Я уверен Может Красиво Получиться Но Не забывайте Что Все Превращать Вот Так Вот Зеленое Ну Это Стремно Все должно быть Органично То есть Все должно быть Именно так Как Как будто Так там Было Не перекрашивайте То есть Не нужно Делать Прям Все В заливку В зеленый цвет В общем Такие пироги Поработайте Еще Так Следующий Следующий Наш участник Это Камера 6D Объектив Сотка Диафрагма 4.5 Выдержка 1125 И со 100 Так Я вижу Что здесь У нас Профиль Display P3 И Как сказал Мне Автор фотографии Он эту фотографию Обрабатывал В айпаде И Поэтому Цветовой профиль Здесь Display P3 Так В целом Смотрится Снимок Прикольно Ну Прикольно Смотрится Мне Нравятся Цвета То есть Я раньше Не видел Чтобы Автор Использовал Такие цвета Но Допустим Что бы я Поменял Давайте поглядим Я думаю Конечно Мне вот шляпка Не нравится Как она здесь Скошена Вот так Мне Больше нравится Но Было бы здорово Если бы вы Вот этот гриб Когда фотографировали Сфотографировали Чтобы он был Правее Нежели Левее Потому что Композиционно Если так Сейчас посмотреть У нас Вот это место Просто Протрачивается Вот Вот это Вот То есть Абсолютно Пусто То есть Вот Было бы здорово Если бы гриб Был с той стороны Так Я его не скопировал Ой Я Вот здесь А соответственно Под ним Ничего Не будет Знаете у меня сегодня какой-то Этот открыл сам Портал Порисовать Сейчас Это что-то Что-нибудь Намучу Ой Не тот цвет Ну короче Вот так было бы лучше Если бы с этой стороны Просто почему Мне не понравилось То когда Как я его перевернул Мне не нравится Как шляпка Смотрит Она куда-то Композиционно Нас Скидывает Куда-то Как-то вниз Куда-то Вот так вот идет Что некрасиво Даже если я сейчас Попробую это все дело Проработать В пластике Просто Не знаю Что может Получиться То есть шляпку Сейчас немножко Я поправлю Ну в принципе В принципе Не Ну слишком ровно Тоже не пойдет Ну я думаю Ну да Не Мне самому Что-то не очень Сейчас эта дева нравится Сейчас чуть-чуть Шляпку еще Вот так верну Как будто бы Как будто бы Во Все Нормас А то она до этого Как башка была Я думаю Вот так Получше Но справа Но То как сейчас Шляпка выглядит Мне нравится больше Если бы она выглядела Именно Вот так вот А я понял Так я понял Смотрите Что мне не нравится Мне не нравится То что Вот эта область Вот Вот эта область Она здесь Она красиво смотрится Когда Вот это вот С этой стороны Сейчас мы это Провернем Так Как она была То есть Ну считай Вот здесь вот А Вот эта область Так В 500 раз скажу Что мне неудобно Маленько работать Поэтому Приходится вот так вот Порой промахиваться По клавиатуре То есть Вот И Вот Вот Что Мне бы допустим Больше Ну мне вот больше нравится Если бы это вот так было бы И Учитывая Вот эту вот Шляпку Да Я больше чем уверен У вас Есть Снимок Где Вот этот гриб Расположен С этой стороны Больше Я более чем уверен Скидывайте его тоже Мы Это дело Все Заценим Но Хочу сказать Касательно работы Да Прикольно сняли Вот Что я говорю Вот так хочу Вот так нравится больше Видите Даже сейчас Учитывая Что я растянул Это так сильно В глаза не бросается То есть Не так сильно Палевно Что я здесь Деформировал Фон И вот Вот так вот Вот Мне нравится Ну Побольше что ли Сейчас немножко Вот верну И Теперь тогда Учитывая Что мы его здесь Вот так вот Подкрутили Да Действительно Мне нравится Так больше Хочется тогда Немножко Его отделить От фона Путем Вот такого Вот легкого Совсем Совсем Ну как Где граница Наша Вот Так вот Еще раз Копируем И Немножко Еще добавим Четкости Чуть-чуть Во Вот так Я думаю Ну вот норм Реально Вот давайте Сравним Что было И что стало Видим Вот так Красивее Гораздо А если Горизонтально Разворачиваем Ну Не Где горизонтально Так Я уже здесь Во всех слоях Этих Запутался Потому что Их здесь Миллион Короче говоря Переделайте Снимок Вот так Скидывайте Его в группу И он Мне нрав Если есть Изначально Снимок Где Вот так Он расположен Скидывайте Его тоже С удовольствием Мы его Заценим А еще Само по себе Можно было И Ну здесь Сложно Как-то так Вот обрезать Его Можно было бы И так Но нет Вот Самый Самый Норм Поэтому Жду Этот Файл В группе Следующий Наш Участник Это Камера 80D Значит Здесь У нас Объектив 100 мм Диафрагма 8 Выдержка 1250 Так Сразу говорю Мне Не нравится Вот это Вот Искусственное Винетирование Которое Здесь Ну Как так Как такое Можно было То есть Вот это Что за Квадрат Прямоугольник Это что такое Нафига Оно там Нужно Вот это Вот портит Прям портит Портит Всю Картину Потому что Выглядит Это все Как-то Фальшиво Это Было Бы Здорово То есть Не это А вообще Лучше Все это Дело Смотрелось Если Вот Это Вот Вот Это Дешевое Непонятное Винетирование Которое Вообще Не К месту Его Не было Было Вот так Видно Либо Его нужно Было Сделать Как-то Поаккуратней Что ли Ну В общем Вот Эта Штука Она Выдает Я Вижу Что Это Сделано На Пост Обработке Поэтому Этот Снимок Нужно Заново Отконвертировать Отретушировать И Ну По-нормальному Сдать Вот Эту Замочную Скважину Которая Здесь Ее Нужно Убрать Касательно Вообще Фотографии В целом Мог бы Быть Хороший Снимок Если Б Изначально Вы Фотографировали Не Вот так Вот Сдалека А Поближе То есть Хотя Б Вот Вообще Это живая Пчела Или Это Мертвая Пчела Какая-то Она Включенная Ну Наверное Живая Жила Ей Долгих Лет Вот Вот так Было бы Лучше Как-то Вот так И Я Не Уверен Что Здесь Нужен Вот этот Вот Цветок Я Просто Не Пойму Где Вы Это Снимали Вы Это Дома Снимали Оторвали Ветку Тащили Домой Нашли Мертвую Пчелу Я Надеюсь Вы Не Умерш Вяли Как Это правильно Сказать Вот В общем Вот Вот так Было бы Лучше Без Этой ветки Но С другой Стороны Ветка Тоже Как-то Что-то Дает Но Непонятно Что Дает Вот Так Вот Как-то Было бы Поинтереснее Поэтому Как вы Пересмотрите Вашу Конвертацию Вашу Ретушь Потому Что Такой Не Пойдет Следующий Наш Участник Камера 80D Объективчик Полтильник 1.8 Диафрагма 4.5 Значит Выдержка 1.100 Значит Так Значит Так Так Хроматические Аберрации Здрасте Хроматические Аберрации Хоть я с ними Даже поздоровался А зачем Снимать Было На Такой Открытой Диафрагме 4.5 Хотя Это не Открытая Диафрагма Не такая Уж Открытая Это Хотя бы Лучше Чем Там На 1.8 Когда Снимает Ну Можно Было Бы Еще Призакрыть Хотя Бы Насколько Ну На 5.6 Я понимаю Как его Света Может Не Хватать Ну Вспышку Уже Используйте Поднимайте Мощность Вспышки Вот В целом Как бы Интересный Снимок Но Знаете Что В нем Не то Темный Хочется Чтобы Он Был Поярче И При этом Не Весь Снимок А Именно Выборочно То есть Вот Допустим Бывает И так Много Так Секунду Я Немножко Поменьше Поставлю Вот То есть Больше Чтоб Акцент Был То есть Вот Ну Еще раз Говорю Меня Жутко Сейчас Смущают Хроматизм Аберрации Которые Вот Здесь Прям Как Радуга Прям Вот Так Вот Они Идут И Плюс Я Не Вижу Какой Детализации По Сути У нас Что Должно Главное В Объекте Вот Этот Пузырик Но Этот Пузырик Он Абсолютно Не В фокусе Фокус Где-то Вот Вот Здесь Хоть На Уровне Пузырика Но Как Там Не Айс То есть Вот Вот Здесь Видно Что-то Есть А Больше Ничего Не Видно Моя Рекомендация Я Не Знаю Есть Еще Такие Вообще Как Это Же Одуванчики Остались Ли Они Вообще Но Попробуйте Еще Разок Если Их Уже Не Осталось Пересмотрите Весь Архив И Найдите Там Где Есть Резкость И Уберите Вот Эту Хроматическую Аберацию То Есть Она Здесь Немножко Отвлекает Мешает Потому Что Смотрится Ну Сами Видите Как Видите Вот Яркость Поднял Как То Получше Чем Вот Такая Темнота Если Мы Смотрим Размылив Глаза Наши Глаза Падают Вот Сюда То Есть Вот Прям Вот Сюда А Че Кисточка У меня Не Рисует И Кисточка Вернись Вот Теперь Рисует Глаза Смотрят Вот Надо Поменять Вот Вот Сюда В эту Область А Когда Я Добавил Яркость Как То Вот Выровнялось Уже Более Менее Поэтому Пересмотрите Работа И Выберите Из этого Лучшее А если Есть возможность Переснимите Но Обязательно Скиньте В группу Следующий Наш Участник Камера 6D Значит Диафрагма 10 Выдержка 1.125 И СО 100 Так Значит Ну Я могу Сказать То Что Мне Это Снимок Не Нравится По Какой Причине Мне Он Не Нравится Во Первых Я Прекрасно Знаю Как Можно Сфотографировать Этот Студент И По Большей Части Я Вижу Здесь Такую Некую Какую Халтуру По Другому Я Не Назову Ну Хотя Бы Здесь У Нас Нет Вся Как Хотя Это Как А Вот Она Затертая Вот Спалился Наш Студент Который Затирает Каку Ясно Ясно Ну Уважаемый Студент Вы Хотя Бо Следите За Этим А Во Ретушируем Нужно Нужно Как То Более Внимательно На Это Все Дело Смотреть Вот Здесь Какая Это Грязь Я уверен Это Не Сушей Вот Вот Нужно Более Как Это Аккуратнее Подходить В То 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 Даже Чисто Технически Так Вообще Не Должно Быть Поэтому В Этом Плане Здесь Ляпы Причем Они Очень 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 Видны То То Это Прям Палево Такое Не Пойдет Разговорю Не Пойдет Теперь Второй Момент Касательно Того же Освещения Если Смотреть По Освещению Ну Я Здесь Немножко По Другому Все Сдел Вообще Я Рекомендовал Посмотреть То Как Снимают Вот Такие Всякие Наушники Точнее Не Как Именно Их Снимают А То Как Их Показывают Как Раз Такие Компании Это Очень Модно Показывать На Черном Подсвечивать Вот Этими Цветными Фильтрами Вот И Вот Насмотревшись На Подобного Рода Рекламные То Снимки В Качестве Референсов Можно Было Уже Визуально Ну Снять По Другому Ну Вот Смотрите Давайте Скажу Как бы Я бы Это Все Сделал Как Минимум То Есть Я бы Не Снимал Вот Именно С Такой Схемы Как Здесь То Есть В На Вот Эту Ткань Рассеивающую Как Она Называлась Я Не Помню Ну Диффузор Она Вообще Похожа На Этот В Бассейн Вдешь Купаться На Шляпку Смешно Выглядит В общем Даже Если Нету Beauty Dish Можно Было Использовать Вот Этот Софтбокс Который Есть Чуть Такой Там У нас Стучит Иду Свадьбу Кот Взять Вот Этот Тоже Самый Излишки Ну Прилепить И Соответственно Снимать Вот Значит Основной Источник Я бы Не ставил Бо Абсолютно Никакого Фильтра И Когда Фотографировал Я бы Нашел Такой Ракур Чтобы Вот Так Плавно Шел Градиент Который Ну Со Светлого Участка В темное То есть Больше Такой Некой Загадочности Добавить Вот Отдельно Понятное Дело У нас Фоновый Источник Света И Отдельно Ну Контровой Где-то Может быть Может быть Одного Цвета А может быть Разного Сейчас Пока Так Точно Сказать Не могу Очень Не нравится Мне Вот Эти Вот Пересветы Которые У нас Вот Здесь Вот Вот Здесь Вот Вот Это Вот То есть Снято Помимо Того Что Небрежно Картинка Сама По себе Получилась Плоско Ну И плюс Грязно Само По себе Поэтому Моя рекомендация Вот это дело Все переснять Но Сначала Посмотреть Минимум Хотя бы 20 Референсов Касательно Как такое Вот Выглядит Именно Рекламно И только После этого Уже Приступать К съемке А не просто Поставить И просто Снять Поэтому Такая Вот Рекомендация И когда Снимаем Нужно Правильно Еще Склеивать По Фокусу Я про Фокус Текинг Говорю Либо Уже Снять Чтобы Ничего Не склеивать Но Тогда нужно Рассчитывать Грипп Чтобы Объекты Попадали В этот грипп И были В резкости Поэтому Уважаемый Студент Я вас Отправляю На пересдачу Следующий Наш участник Камера 80D Диафрагма 5 Выдержка 1125 ISO 100 Так Ну Честно Говоря Я не понимаю Этот снимок Совсем Почему я Не понимаю Потому что А на что тут смотреть Ну вот просто На что тут смотреть Не знаю Очень сильно Меня во первых Отвлекает Вот это вот Вот это вот Пятно То есть Ветки Если бы здесь Были бы какие-то Линии Еще может быть То есть Можно было Как-то Что-то Здесь Разглядывать А здесь Рябь То есть Здесь чистая рябь И нет никакой Абсолютно Информации То есть Это мертвое Пятно Фотографии Допустим Хорошо Вы хотели Показать Скамейку Допустим Чисто Вот так Вот По правилу Тритей И то я Правилу Тритей Неправильно Рисовал Но я их Могу вызвать Вот так Сделать Окей Хорошо Ну не знаю Ну она вот Здесь якобы Есть Но Если сейчас Посмотреть А толку От того Что вы поставили Скамейку По правилу Тритей Вот толку Ведь Ну может быть Было бы интересно А сейчас Это абсолютно Непонятный Абсолютно Непонятный Снимок И я не вижу В нем Ну ничего Такого На что можно Посмотреть Потому что Еще раз говорю Вот здесь Рябь Вот здесь Светло Находится Ну да Справа Но Врезаемся То есть Сама скамейка Очень темная Я ее не вижу Поэтому Этот снимок Ну абсолютно Честно говоря Ни о чем Посмотрите Различные Примеры Других фотографов Стрит фотографов Не просто Лишь бы каких-либо А просто Посмотрите Я уверен Вы найдете Тоже Скамейки Деревья И так далее Но Как минимум Хоть какая-то Должна быть там История А не просто Давай-ка я сфоткаю Поправил третей Это называется Фактологи Поэтому Не будьте Фактологом Пойдите еще раз Вот сюда Как пересдача Дождите Чтоб Кто-то здесь Сидел И сфотографируйте Либо Возьмите кого-то Посадите сюда И сфотографируйте И соответственно Учитывайте все Вот эти моменты И используйте Немножко другие Ракурсы Я думаю Может быть Избежать Вот этого Непонятного Куска Может быть Когда Вот эта штука Она станет Зеленая Вот эта штука Я ее так назвал Интересно Когда дерево Станет Каким-то Зеленым То есть Вот Допустим Вот дерево у нас Зеленое Вот здесь Вот у нас Сидит Человечек Где Слой с человечком То есть Вот сидит Человечек Уже Даже сейчас Я порисовал Стало Как-то Поинтереснее Само по себе Потому что Вот эта Мишура В качестве Сухих веток Она вообще Не отвлекает Поэтому Переснять По-другому Не могу сказать Следующий Наш участник Камера 6D Объектив 50 мм 1.4 Диафрагма 2.8 Выдержка 1160 ISO 100 Так Ну Во-первых Снимок у нас Немножко Какой-то Недоэкспонированный Вот чуть-чуть Вот совсем чуть-чуть Можно поднять По яркости Второй момент Вот Отсюда прям видно Что он Какой-то Замыленный Я вот вижу Вы его мылили А еще я вижу Вот здесь вы Ретушировали Потому что Обратите внимание Сколько дубликатов Вы в своей ретуши Оставляете То есть Вот они Все эти Дубликаты Их можно прям Вот так вот То есть Вот я их могу Все обвести Все дубликаты Которые вы оставили Я не уверен Что это У нее так Ну как У нее кожа так А знаете Почему так происходит Потому что Вы не следите Как вы Ретушируете То есть Вот Сразу нашел Косяк И плюс Замылили Не замыливайте И не ретушируйте Так Следите Как вы ретушируете Иначе вы Очень много Дубликатов Оставляете Второй момент Знаете Что немножко Не хватает Вот думаю Думаю И я вот Вспомнил У меня же есть Кстати Пример Я много Я много Раз говорил Подписывайтесь На меня В Behance Потому что Именно там Я ставлю Оценки Разным фотографам И соответственно Это Отличная Возможность Смотреть На кого Я сам Лично Смотрю Кому Я ставлю Оценки И я Просто так Оценки Никогда Не ставлю Если действительно Работа Хорошая То Я ее Всегда Оценю И вот Я помню Здесь У меня Есть Работа Вот Как раз Вот Нашел Тоже Снято Солнце И Соответственно Ну Посмотрите Насколько 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 Прикольно Видим Да Рекомендую Посмотреть Эту серию Вот И Вдохновиться Этой серией И поснимать Так же Вот И Я уверен Выйдет Результат Гораздо Лучше Чем Тот Который Я сейчас Вижу Сейчас Я вижу Немножко Слабенько Учитывая То Как вы Умеете Фотографировать Поэтому Вдохновляйтесь Теми Примерами И Давайте Переиздавайте Мне этот Снимок Потому что Можно снять Гораздо Лучше Чем Сейчас Следующий Участник Камера 80D Значит Это у нас Объектив 100 мм В 2.8 макро Цветовое пространство Adobe RGB Я уже про это говорил Пожалуйста У себя поменяйте Иначе Вы абсолютно Неправильно Видите у себя Цвет Значит Было снято На диафрагме 2.8 И 1.125 Выдержка Сразу же Хочется задать Вопрос Зачем Вы снимали На диафрагме 2.8 Вот Зачем Что вы хотели Показать Вот На этом снимке Вы хотели Показать Только Вот эту Вот Область То есть Вот сейчас Где Грипп у нас Дайте Поменяю Цвет Так Вы хотели Показать Только Вот это То есть Вот эту Полосочку Больше ничего Не хотели Показать На снимке То есть Ну вот То что Попадает А зачем Тогда Вот это Все Клеили Ну вот Еще чуть-чуть Где-то там В резкости А смысл Смысл Тогда Вот этого Было Делать Если Вот это Все У нас Размыто Да Если Смотреть Сдалека О Прикольно Что-то У нее А когда Смотришь Вблизи То Как-то Тут Вот это Вот Оно Не знаю Еще Громатические Аберации То есть Вообще Непонятно И как-то Не знаю У этого Снимка Хороший Потенциал В плане Того То что И модель Красивая Здесь И Сам по себе Снимок Интересный Мог бы быть Если бы Вы нормально Сфотографировали То есть Я даже сейчас Не придираюсь К тому Что Не хватает шеи Не придираюсь Я даже не придираюсь К тому То что У нее лицо Вот здесь Очень широкое Получилось То есть Вот эта область Она очень широкая Я думаю Теперь вы все Те кто смотрят Этот обзор Будете теперь Вот это видеть То есть По сути Я понимаю У всех челюст Разные Но вот так же Ну Сейчас мне немножко Неудобно рисовать То есть Вот так же идет челюсть Верно То есть Ну вот А вот здесь Вот само по себе Продолжение идет шея А здесь у нас Что получается У нас получается Здесь Вот такой вот Вот такой вот Вот Участок Который Некрасивый Теперь Что я еще вижу Я вижу Вот вы Работали кисточкой И вот у вас Орелы есть Вот они Ореолы Идут Прям Вот Надо же за этим Следить Так что Вот это Что такое Это какая-то Вареная капуста Черепашек Кормите Вот это что Непонятно Поэтому Моя рекомендация И еще Очень важный Такой момент Я все на это Смотрю Смотрю Почему Глаз Размыт Даже если вы Хотели Чтобы он был Размыт Хорошо Вот сейчас Не докапываюсь Но блин Вот это Размыто Сразу вам скажу Снимите так Чтобы и этот глаз Тоже был в резкости Это будет Гораздо Красивее Гораздо круче Примеров Очень много Такой Съемки Вы можете Тоже в Behance У меня Посмотреть В моем профиле Я подобного рода Тоже там Лайкал И там Есть Даже фотографии С таким ракурсом У вас Слишком Размыто На 2.8 Снимать В такой Проекции Ну не лучшая Идея Серьезно Закройте побольше Диафрагму И снимите Чтобы вот эти Камушки были Видны А то это Не знаю Непонятно И смотрится Ну Не очень Хотя у снимка Огромнейший Огромнейший Потенциал Такой момент Глазки Немножко Фальшивый цвет В глазах Какой то Как это Искусственный Голубой Такого Нет Такой цвет Может бывает Но я такой цвет Никогда не видел И скажу Что нет Такого цвета Возможно и нет В плане того Что он Искусственный Поэтому Переснимите Эту же модель С этими же Камушками И снимите Это так Чтобы это было Прям вот Четко Прям чтобы Текстура кожи Была видна То есть у нее Смотрите какая Нормальная кожа Я еще не докапываюсь До вашей ретуши Потому что И здесь Если сейчас посмотреть Как вы думаете Что я увижу Вот это вот что Ну вот это вот что Конечно же Это те самые Дубликаты Которые Оставляют Когда ретушируют Невнимательно Вот это вот Оставлять Такое нельзя Потому что Это смотрится Стремно А вот здесь вообще Как будто вы Каким то еще Фильтром проработали Смотрится очень Как то слипше Смотрится некрасиво Поэтому Давайте переснимайте Эту же модель И Снимите это все По нормальному С учетом всех Моих комментариев Следующий участник Камера Canon 80D Объектив Sigma 1750 Диафрагма 3.5 Выдержка 1.250 ISO У нас 100 Так Значит 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 Давайте посмотрим На снимочек Ну Конечно Здесь Ретуши Не хватает Однозначно То есть Вот я вижу Вот эти все Ляпы А еще У меня пошел Дождь И это И это дело Еще стучит По козырьку Наверное Нужно будет Нажать на паузу Но пока Еще не сильно Стучит Так Вот Ляп Зачем фон Наращиваем То есть Вот Вот это Что-то Как-то Стремно Смотрится Так Ляпы Я думаю И так Вы видите Какие у вас Тут Есть Значит Первое Что мне Сейчас Не нравится В творческом Мне Не хватает Лошади Чтобы она Как-то Больше Что-ли Была А то Иначе Получается Понимаете Как-то Странная Лошадь Которая Прячется За Силуэтом За силуэтом За человеком Прячется То есть Это что Такая Худющая Лошадь Она Как будто Она больная То есть Здесь Огромнейшая Голова А Остальное Туловище Оно Уместилось За За девушку Это либо Девушка Очень Огромная Что за Нее Лошадь Умудрилась Спрятаться Либо Я не знаю Поэтому Есть Такое Переснимаем Показывайте Тело Лошади Потому что Иначе Это как Искусственная Просто Голова Она Несет Вот так Сейчас Представить На голове На плече Голову Как будто Несет То есть Как будто Веса Даже У этой Лошади Нет Вот Представьте Несет Вот И Вот Это Очень Сильно Мне Не нравится Не хватает Немножко Проработки Лошади У нее Здесь Абсолютная Темнота То есть Элементарно Даже В ее Зрачках Полная Полная Темнота Лошадь Нужно Вытащить Из Кого-нибудь Чтобы Отражателем Подсвечивали Да Тут Не вытащишь Еще плюс Контраста Нет Ну-ка Все Вот И Вот Смотрите В темноте Не вот Уже Лучше И Если Еще Добавить Тело То Это Было Было Гораздо Лучше Вот Поэтому Работаем Еще И Это Дело Нужно Переснять Потому Что Ну Не знаю Стремно В этом Плане Туловище Нет И В темноте Поэтому Передивайте Следующий Наш Участник Это Камера Sony SLT A33 Значит Здесь Объектив 75 300 Было Снято На Диафрагме 6.3 Выдержка 11 125 ISO 100 И Как Обычно Цветовое Пространство Adobe RGB И Справьте Это Так Давайте Посмотрим На Снимок Итак Вот Мы Открыли Этот Снимок Значит Что Мне Здесь Не Нравится Первое Мне Не Это Говорить Постоянно Я Всех Студентов Ругаюсь Зачем Вы Его Здесь Оставляете Ведь Есть Фотографии Где Он Нужен И Есть Фотографии Где Это Абсолютно Не Нужно И Я Не знаю Почему Вы За этим Не Следите Без Воздуха Над Головой Будет Смотреться Гораздо Лучше То есть Я Сейчас Его Немножко Уберу Хотя Бо Так И Соответственно Уже Стало По-другому Не Знаю Почему Но Это Какая Прям Проблема Многих Студентов При этом Сколько Раз Я Делаю Про Это Замечание Теперь Касательно Самого Снимка Снимок Во-первых Он Нерезкий Во-вторых Какое У него Вообще Есть Разрешение Ну-ка Сидать-ка Погляжу У меня Окошко С этой Стороны Выходит Так Я Сейчас Сюда Вот Выведу То есть Вот Учитывая Что Понятно Мне Не Нравится То Что Снимок Немного Какой-то Вот Мыльных В нем Нет Детализации Мне Не Нравится То Что Вот Здесь Есть Какие-то Цветовые Вот Эти Разрывы Я Не Знаю Как Вы Это Конвертируете И Что Вы Делаете Даже Если Вы Скинули Мне Допустим Сейчас Абсолютно Сырой Снимок Без Ретуши Но Я могу Сказать Что Ваша Камера Очень Сильно Замыливает Фотографии И Не Знаю Я не Уверен Что Камера Вот Так Будет Снимать Вот С Такими Разрывами Это Как Минимум Мне Кажется Все Равно Вы В Раве Как Так Сконвертировали Вытащили Я Не Знаю По Теням Что Вытаскивали Допустим И Когда Вы Это В средних Тонах Там Все Вытаскивали Вот Эти Пошли Разрывы Обычно В Равах Такого Нету Вот Поэтому Вот Этот Момент Вам Нужно Посмотреть И Вот То есть Ой Сейчас Чайный Кропнет Вот Это Все Это Нужно Все Посмотреть И Правильно Переконвертировать Ваш Рав Файл Теперь Вот Я Смотрю И Не Пойму Это У Девочки На самом Деле Разного Цвета Глаза Потому Что Вот Этот Допустим Он Более Какой-то Зеленый А Вот Этот Более Какой-то Такой Ну Карий Ну Я имею Ввиду Более Такой Коричневый Если На самом Деле Вот Такие Ну Вот Такой Цвет То Эта Фишка Ее Можно Как-то Обыгрывать Если Это Вы Намутили Ретуши То Конечно Блин Ну Надо За Этим Следить Если Дальше Смотреть Ну Я Не Вижу Какие-то Здесь Какие-то Кроме Каких-то Вот Таких Маленьких Пятен И Каких-то Там Волосков И то По сути Здесь И Целым Норм Но Немножко Как-то Не Доиграно Я сейчас Говорю Конкретно Про Эмоцию Как я понял Вы Говорите Что Вы снимали Маугли Вроде бы Это Где-то В чате У нас Было Написано Но Тогда Можно Было Как-то И по-другому Это Все Сделать Не Немножко Ее Там Замазюкать Волосы Как-нибудь Так Сделать Более Неопрятно Какой-то Такой Взгляд Хищный То есть Какую-то Эмоцию Какую-то Добавить То есть Ну Как-то Обыграть Даже Если Вы Поставили Какие-то Я не знаю Вот эти Вот Есть же Цветы Какие-то Такие Вот С этой стороны На собачку Похоже Хотел Цветок Нарисовать Не знаю Как цветок Нарисовать Там Какие-то Листья Есть То есть Если бы Вы Что-то Такое Поставили Типа Я не знаю Каких-то Вот Не пальмы Или еще Не пальмы А вот Короче Я не знаю Как цветок Называется У которого Так вот Листья Вот Был бы Тоже Норм Но еще раз Говорю Вот этот Снимок Можно было Вытащить Если бы Вы Дали Эмоцию И он Был бы Достаточно Нормальный Теперь Мне немножко Не нравится То что Здесь Светотеневой Рисунок Очень слабый Хочется Чтобы тени Были Ну Более Как это Более Контрастные И более Глубокие И это Тоже Спасло бы Положение То есть Вот Если даже Сейчас Я переведу В ЧБ Допустим Здесь же Добавлю Нам Какого Яркости Контраст Немножко Сделаю Более Контрастно Более Такое Поярче Вот Уже Как-то Смотрится Получше Само По себе Если Это ЧБ Но Тогда Немножко Не хватает Тогда Фонового Источника Освещения Чтобы Вот так Вот Сзади Нее Он Был Вот Если Без Фонового Источника Освещения Но Дайте Эмоцию Пусть Какими Там Брови Будут Более Как это Нахмуренные То есть Взгляд Такой Более Такой Целеустремленный Немножко Ее Там Я не знаю Могли бы Замазюкать Как-нибудь То есть Вариантов Много Попробуйте Еще раз Поснимайте Следующий Наш Участник Камера Rebel T2i Вот Не помню Какая Это была Камера Как обычно Adobe RGB 19 98 Поменяйте Свой Цветовой Профиль Значит Диафрагма 5 Выдержка 1 125 Давайте Посмотрим Так Во-первых 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 Дайте-ка Я вот так Все Дел Посмотрю Ну и Классика Жанра Классика Жанра Касательно Того Почему У вас Сзади Вот это Вот все Оно Мятое Ведь вы же Знаете Я это все Дело Вижу И я Сделаю Вам Замечание Касательно Вот эта Вот грязь И так Далее То есть Ну Нафига Либо вы Уже Снимаете Чтобы был Виден Этот фон Либо Делайте так Чтобы его не видно Закиньте Фотографию Фотошоп Специальные Кривыми Поднимите Яркость Вы увидите Вот это все Здесь Даже без Вот этих Кривых Сразу Видно То есть Вот Я моментально Вот это Вот вижу Теперь Касательно Самой Съемки Ну Я могу Сказать Что Получилось Слишком Просто Вот Действительно Ну да Если бы Вы мне Это скидывали Я не знаю Там Как домашку На одном из уроков Как в первый раз Я бы сказал Да В принципе Ничего Нормально Но я бы отправил Вас переснимать Во-первых Вот Если смотреть Скажите мне А где резкость Я ее Прям вот Не вижу Я вот сейчас Вот смотрю И не пойму Это вот у меня Хроматические аберрации Такие Или что это Резкости Нету Так Еще раз Что это у нас За такой объектив Это у нас Китовый А Ну все понятно Китовый Наш мыльный Китовый объектив Мне не нравится Ну вот Я сейчас не к тому Что мне не нравится Китовый объектив Нет Мне китовый объектив И само по себе Не нравится Потому что они Мыльные Даже если вы Здесь попали По резкости Здесь само по себе Картинка Она Мыльная Вы знаете Что было бы Лучше Не горизонтальным Снимком Снимать А вертикальным Вот если допустим Вот вот такое Вот вы Снимаете Лучше Вы бы сняли Это Каким то Таким вот Вертикальным Снимком Как нибудь Вот так Сейчас Снизу Тогда я Залью Черным цветом Ну а видите Как сразу видна Вот эта вот Граница Вот И Поверх Поверх Вот Не знаю Я бы допустим Вот эти бы Убрал бы Пусть лучше будет Я понимаю Да вы хотели Чтоб как то Поразнообразнее Это все дело было Как то Не знаю Ну Вот это вот Уберу Ну вот допустим Если бы это было Так Если бы это было так То это было бы Получше Действительно И Композиционно Здесь Где то не хватает Каких то Каких то еще не хватает Чтобы А вот сейчас Труба У вас вот эти штуки Еще остались Как они там назывались Пизешки Вот эти Маффины Нет не маффины Я забыл как они называются Вот Моя рекомендация Этот как его Еще разочек Поделайте И разложите так Чтобы это было Как то Более симметрично И Понятное дело Не привязано За уши То есть Как то Чтобы не было Прям идеально ровно Но Вы сами видите Я сейчас просто показал Каких пятен Не хватает Когда фотографируете Не фотографируете Лишь бы по факту Вы сфоткаете Откроете снимок Камера Ну я имею ввиду Фотошоп И сами кисточкой Еще Вот так вот накидаете Вы сами поймете Где еще Что не хватает Ну понятное дело Когда фотографируете Все время смотрите На это все Вот И жду от вас Этой Пересдачи Чтобы Вот здесь получается Наша Вазочка Она горела И если допустим Даже вы Если у вас нету Еще одного источника Освещения Чтобы сделать Ну Снимите Это как вот Бокалом Мы снимали С этим Как его С мобильником На длинной выдержке И вот здесь Вот просто Прорисуйте Немножко Вот такой вот Какой-то Такой вот фон Будет гораздо красивее Чем сейчас Так что Переделать Следующий Наш участник Это Камера Canon 5D Mark III Опять у нас Цветовое пространство Adobe RGB Уже не буду повторять Что нужно с этим сделать Диафрагма 5 Выдержка 1.200 Итак Вот в группе Я помню Начали обсуждать Касательно того То что Зачем Здесь Тумбочка И Вы знаете Конечно Да Кто-то сказал Что автор Сам должен решать Нужна ли тумбочка А кто-то Сделал Замечание Конечно Это замечание Немножко Выглядело Как будто бы Немножко Грубовато Но Там Вы сами Помните Почему так Это выглядело То есть никто Никакой посыл Грубо не имел Там просто Немножко Барьер Как это В языковой речи Вот И Поэтому Те слова Которые Подобрались Они немножко Выглядели Как будто бы Что-то как-то Сказано Типа там Нафиг там Не надо это Ну короче Ладно На самом деле На самом деле Я за этим всем делом Наблюдал На самом деле Я за этим За этим делом Да Звучит интересно В общем я за этим Наблюдал И могу сказать Что здесь Вот эта тумбочка Она Ну не к месту Вот нафига Она там Что она Какую То есть Какой смысл Она тут Несет Зачем она здесь нужна Здесь Что Какая-то Ваза С цветами Что ли Стоит Или Что здесь То есть Да Я мастер Рисовать Какой-то Сапог нарисовал То есть Да Если бы здесь Что-то было Окей Но здесь же Ничего нет То Скажите мне Нафига Вот здесь Вот эта вот Штука Зачем Она здесь Она абсолютно Здесь Не нужна И Соответственно Тот Комментарий Который Был озвучен Он действительно Правильный Потому что Здесь вот эта штука Она не нужна И Только из-за вот этой штуки Вот Из-за этого куба Получается так То что Модель Смещена В правую сторону То есть Она смещена Не композиционным решением А только потому Что она там Не помещалась Вот И Получается то Что Опять-таки Это называется Фактологи Поставили Только потому Что нужно Чтоб это там было Нужно было Тогда посадить На эту штуку А Мы даже не посадили А просто поставили Рядом И вот сейчас Если я Вот эту штуку Вытащу У меня все Штуки Да штуки Вот Гораздо лучше Конкретно смотрим На модель Ничего нас не отвлекает А здесь что Где вот Здесь вот так вот А здесь вот Вот так же лучше Но тогда еще Задается вопрос Если допустим Вы вот так вот Сфотографировали Я бы тоже задал бы вопрос Почему вы не сфотографировали Горизонтально По сути Никто Здесь нельзя сказать Это правильно Неправильно Вот Но Если так вот Разбирать Сейчас секунду Вот Если так вот Разбирать Допустим Ну окей Здесь должна быть Какая-то информация Здесь какая-то информация Да классно Посередине стоит Ну допустим Можно было бы Изначальное снятие Вертикально Где нет никакой Вообще Никакой Посторонней информации И модель Вот ровно По центру Вот так было бы лучше То есть Нет никакого Как это Пустого пространства Вот если бы я фоткал Я бы вот так Сфоткал Вот Либо если допустим Это фотографируется На какой-то Я не знаю Там Журнал Или еще что Да Можно запросто Оставлять Вот это место То есть Для того Чтобы здесь Писали какие-то Свои Не знаю Текста Вот Касательно Касательно композиционной Я думаю Вы меня услышали Теперь давайте Посмотрим Все остальное Так Снимок Немножко Выглядит Мутненьким Здесь нужно Немноженько Я честно Сейчас Я не помню Кто этот снимок Сдал То есть Я посмотрю В группе Вот Здесь немножко Не хватает резкости Нужно было Ее немножко Нарастить Вот просто Чуть-чуть Касательно Ретуши Можно было Еще чуть-чуть Вот Вот эти вот Маленькие Ну вот Вещи Поретушировать Так Что у нас Здесь есть еще Ну по одежде Норм Вы знаете Что я здесь вижу Я вот вижу Цветовые Вот эти вот Разрывы У меня такое ощущение Что вы Обрабатывали JPEG А не RAV Часто JPEG Как раз таки Вот дают Вот такую Вот картинку Вот с такими Вот Разрывами Очень А вот здесь вот Смотрите Вот здесь грязь Не заметили Вот здесь можно было Проработать Вот это вот Красные колени Не знаю Почему вы их Не проработали Ну и соответственно Вот Вот Но Опять таки На каких параметрах Вы снимали Вы снимали ISO 100 Камера Padmark 3 Объектив Объектив У нас 28-135 Угу Понял Помним Да То что Объектив Очень сильно Влияет Поэтому Как минимум Вот Мыльность Объектива Вот Не знаю Изначально Вот Сырого снимка Я не вижу Но Допустим Для этой камеры Чтобы были такие Разрывы На ISO 100 Это Ну Нет Это дело Не в камере Как минимум Дело Я не знаю Как вы просто Это прорабатывали Как вы это Отконвертировали Но вот здесь Вот эти Вещи Я вижу Интересно будет Посмотреть На сырой снимок Скиньте в группу Чтобы посмотреть В чем проблема Потому что По большей части Здесь именно Вы неправильно Сконвертировали Потому что JPEG На марке Так он не может Выглядеть Это может выглядеть На очень старых Камерах Которые не тянут И вот немножко Поднимаешь по яркости И все Уже все рвется А Марк Такой ему Ну Он такой не даст Вот Поэтому Моя рекомендация Если есть возможность Переснимите Вот Либо Вот это вот Убирайте Но Вот когда вы Это уберете Будет Очень само по себе Странная У него поза Потому что Где нога Тогда В этом случае Тогда Хочется Чтобы и нога Была странно Стоит Загласитесь Вот Вот здесь Вот у нас Нога Сейчас я побольше Сделаю То есть Вот Как-то она Странно стоит А центр У нее вот так Идет То есть вот Перемещен Здесь как минимум Тоже должна быть Нога Какую-то маленькую Нарисовал Вот Поэтому Нужно Переснять Это дело Вот Если есть Уже То есть Оттуда Норм Уберите Эту Тумбу Она вообще Здесь Нафиг Не нужна Благо Ее вообще Здесь Убирать Легче Простого Не будьте Фактологом Не ставьте Тумбу Только потому Что она Что-то там Не знаю Играет какую-то роль В данном случае Она вообще Никакой роли Не играет Следующий Наш участник Значит Это Камера 40D Объектив 17 85 Диафрагма 5.6 Выдержка 30 секунд Ага ISO 100 Ясно Вот Скажу То что Как идея Как идея В целом Прикольно Но как исполнение Выглядит Сыро И Как-то Ну сыро И не доделано Это все в одном Что мне здесь Не нравится Во-первых Насколько Нужно Чтобы у вас Вот это вот Сейчас я сделаю Вот Насколько нужно Чтобы вот этот вот Желтый цвет Здесь был Сейчас Секунду 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 Вот Зачем Вот этот здесь Желтый цвет Нафига Вот этот противный Желтый цвет Вот зачем он там нужен Действительно Некрасивый же Желтый цвет Бутылку Можно сделать Было поярче Я не знаю Просто вот эту бутылку Здесь Вот эти надписи Они какого цвета Если они белые То Можно же было Сверху Чем-то подсветить Ну точнее Я имею ввиду Поставить свет Вот здесь Спереди Сверху И Вот это подсветить Чтоб это Ну Было белым Был бы красивей Даже сейчас Уже смотрится Гораздо лучше А что допустим Я сейчас сделаю Вот Если Я уберу Сейчас лишний цвет То есть тот Который не нужен И начну Вытаскивать Нашу бутылку То есть вот Вот здесь Верну Вот этот Вот синий Допустим Вот так вот Хотя думаю Даже вот здесь Я не нужен Ну я просто Сейчас Показываю И Соответственно Вот Этот Вот эта Область Вот эта Она Абсолютно Пустая То есть Вот А хотя Фишка то здесь же Ее же тоже надо Увидеть И Было бы здорово Если бы Ваше Вот это Пятно Которое вы Прорабатываете Оно И попадало бы На Вот На него На вот этого Чулака Сейчас мы Немножко Его тоже Вытащим Слегка Это Это Много То есть Я думаю Вы Понимаете О чем Я Я Сейчас Говорю Про то Чтобы Задний Источник Освещения Который Бьет На фон Чтобы Он Попадал То есть Он Охватывал Вот так Чтобы Был Виден Силуэт Вот Само По себе Само По себе Идея Интересная Я очень Хочу Чтоб Вы Ее Мне Пересняли А даже Кстати Попробуйте Сделайте Просто Одним Кадром Ну Я имею Ввиду Отдельным Снимком Снимок Без Вот Этой Вот Без Этих Вот Молний Я Сейчас Очень Грязно Это Все Дело Вот Вот Затираю То Есть Вот Нет Никаких Молний И Пусть Он Будет Вот Такой Вертикальный Вот Если Бы Вот Так Вот Сдали Я Уверен Многие Бы Вот Этот Вот Снимок Заценили И Сказали Оу Круто И Я Бо В Комментариях Вам Бо Сказал Что Нужно Сделать То Есть Вот Вот Так Мне Мне Вот Так Больше Нравится Гораздо Больше Нравится Поэтому И Сделайте Вариант С этим Как его С тем Чуваком Который Молния У нас Метает И Отдельный Вариант Вот Так С удовольствием Посмотрим А если У вас Получается Вот Эта Область С Этикеткой Она Имеет Цвет Ну Я имею Ввиду Она Не черная А белая То Подсветите Каким нибудь Отражателем Чтобы Это Вот так Вот Было И Будет Очень Очень Замечательно А вообще Надо мне У вас Попросить Вот эту Бутылочку Тоже Самому Поснимать Она Симпатичная Такая Граненая Я думаю Она у вас Еще осталась Вот Поэтому Будет Замечательно Но Моя рекомендация Чтобы вы Сначала Ее сфотографировали А потом Уже Я Пофоткаю Так что Такие Вот Пироги Ну Сказать что я жив Разбор У нас вышел Ну Очень Долгий Очень Длиннючий Что мне Пришлось Его даже Поделить На две части На вопрос Почему так Получилось Ну я вам Так скажу Если первые Два обзора Точнее Разбора Вот я все время Путаю эти слова Обзор Разбор Надо мне Как-то Это Заскороговорить Короче говоря Прошлые Два Разбора Я засекал Время По три минуты И С одной стороны Это классно Потому что Я не выхожу Лимит Ну где-то Конечно Чуть-чуть Было больше А где-то Даже Минуты Мне хватало Чтобы что-то Объяснить В этот раз Я решил Короче говоря Без Таймеров Тупо Комментировать Столько Сколько я хочу И это был Такой эксперимент Да Но цена Этого эксперимента Вы сами видите Разбор на 4 часа И соответственно Для меня Это опыт Для меня Это практика И Следующие Наши разборы Которые они будут Я немножко Буду менять формат То есть Я в группе Уже это озвучивал И соответственно Я сейчас Немножко еще Это дело Все доработаю Додумаю И я его запущу Так что Игры у нас Как продолжались Они будут продолжаться Ваша задача Скидывать работу И ваша задача Все ошибки Которые я вам говорю Чтобы вы их переделывали Запомните Это такую вещь Вы играете в игру Не просто Чтобы послушать О ваших ошибках Вы это делаете Для того Чтобы потом Прорабатывать ваши ошибки И соответственно Их скидывать И те Кто прорабатывает Свои ошибки Соответственно Они растут А те Кто просто Послушали И все То Роста у вас Друзья Никакого Не будет Вот поверьте Уж мне Так что Значит Готовимся К следующей игре Я тему чуть позже Озвучу И я сейчас Немножко даю вам Времени Для того Чтобы вы Ну как это Чтобы вы могли Сдать свои пересдачи Так что Вот такие дела Но в принципе Все сказал Всем хорошего дня Или вечера Давайте будем на связи Ну в любом случае Мы в телеграмм группе С вами на связи Так что Давайте Давайте Жду от вас Пересдачи Всем хорошего дня Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok